смотри куда он хочет ехать миша всем привет приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донскова и сегодня у нас обзор новинок и аксессуаров из каталога oriflame номер 2 и начну я с первого аксессуара который как раз участвует в шикарной акции и акция звучит следующим образом нужно в этом каталоге номер 2 заказать подвеску которая приходит в такой шикарной коробочке подвеска тоже norhen и она будет стоить всего 799 рублей то есть вы ее заказываете и вам это дает право в следующем каталоге уже номер 3 заказать абсолютно любой аксессуар из серии norhen со скидкой дополнительной скидкой 30 процентов то есть суммарно получается наша скидка дистрибьюторская 20 процентов плюс скидка по акции 30 процентов в сумме получается 50 процентов и это уже звучит достаточно аппетитно и я немного так сделала маленькие расчеты и посчитала что если мы заказываем в этом каталоге за 799 рублей подвеску а в следующем берем украшение какое-то из то в принципе подвеска получается в подарок приходит вот открываем коробочку нужно посмотреть что же это за подвеска а тут еще одна крышечка а внутри мешочек красивейший мешочек с такими кисточками в нем как раз и лежит это заветная подвеска она приходит на таком шнурке шнур сейчас скажу как он звучит просто на шнурке такой не кожаный это не цепочка просто тканевый шнурок и маленькая красивая подвеска из розового кварца и мы сейчас посмотрим какой объем то есть какая длина максимальная возможно то есть если мы вот так вот прикладываем мешает мое ожерелье конечно так вот это минимальная будет длина то есть прям в еремные ямочки получается будет лежать подвеска а если сделать на край цепочки то здесь есть дополнительное удлинение если мы в самый последний замок будем вставлять то получится вот такая длина то есть например если вы переживаете что может быть крупнее немножечко что у вас не будет красиво смотреться на самом деле такие подвески должны как раз лежать в еремной ямочке поэтому это на любой размер абсолютно подойдет красивая штучка мы ее пока убираем в сторону поэтому если думали брать или не брать то вот сейчас подумайте это действительно очень хорошая такая получается скидка если все посчитать то выгодно давайте сразу посмотрим еще один аксессуар он у нас располагается в конце каталога на страничке 188 и он вместе как раз с теми самыми предметами которые мы будем с вами закупать к мужскому дню к 23 февраля это шикарная мочалка из нейлона черного цвета смотрите у нее у нее большой размер 110 сантиметров длиной и 12 сантиметров шириной то есть легко можно потерять спинку обернуться ей но что самое интересное в этой мочалке то что здесь есть кармашек то есть она застрочена специально таким образом я попробую вам на коробочке показать не взяла с собой мыло то есть мы вставляем вот сюда кусочек мыла в этот отсек как раз в этот кармашек вставили кусочек мыла можно его запрятать еще вот так вот туда чтобы он был совсем зафиксирован полностью и таким образом будет удобно помыться особенно спинку хорошо промыть и мыло будет отлично намыливать нашу кожу вот таким вот образом я обязательно закажу Мишу закажу и буду сама с удовольствием пользоваться мне очень нравятся такие мочалки я кстати заказывала себе уже в oriflame мочалку она была зеленого цвета может быть кто-то помнит или выбрали себе она великолепно отшелушивает все мертвые клетки и вот это для меня это самая лучшая мочалка которую я пробовала в жизни я еще люблю наши мочалки варежки которые тоже примерно из такого материала но именно вот мочалкой очень удобно промассировать протереть всю спинку так это убираем и сейчас переходим к самому интересному я думаю что эту коллекцию полюбят не только юные девушки но и девушки более взрослые серия on color пополнилась у нас новинками 4 новых оттенка помады 3 новых оттенка лака и 3 карандаша но оттенков будет 6 потому что карандаши двухсторонние и я могу сказать по своему опыту что это очень удобно когда два цвета в одном карандаше потому что обычно хочется более светленьким цветом прокрасить внутренние уголочки а более темным нужно сделать внешние акценты и именно так продуманы эти оттенки чтобы сделать такой универсальный макияж все будем пробовать и начнем с помад я сейчас открою страницу 79 вот как раз здесь у нас эта новая коллекция располагается и начнем с помад у нас здесь помада на другой странице наверное вот я потеряшка все помад нет все караул помад нет нашла на 27 странице у нас новые помады и так давайте их откроем и посмотрим какие здесь у нас классные цвета от самого начнем темного к более светлым вот теперь я их правильно расположила надеюсь так я готова и буду пробовать помаду на губы и потом покажу их как раз и на руках для этого мне нужно будет зеркало и сначала я уберу помаду с которой я начала эфир и буду показывать вам уже помады в деле как они выглядят первый оттенок самый светлый нюдовый пион его код 39915 она действительно светлая приятный цвет он даже такой с розовинкой очень красивый оттенок и по ощущениям помада прям жирненькая питательная очень мягкая лежит на губах легко наносится на губы не полосит то есть помада очень даже прям симпатичная не только по цвету но и по качеству второй оттенок это розовая орхидея код 39916 уже более яркая интересная кстати очень мне подходит под кофточку этот цвет но мне качество нравится хорошее и цвет яркий насыщенный буквально два раза провела и помада на губах при этом у нее такой легкий глянец зеркало смотрю со стороны такой приятный глянец сейчас у меня на губах оттенок называется красный лепесток его код 39917 но честно говоря я обожаю такие помады именно такой оттенок очень красиво освежает кожу и она сразу смотрит как будто светится обожаю такие цвета и эту помаду можно и как на повседневный макияж а также и вечерний например если добавить контур в эту помаду то она уже будет смотреть совсем по-другому сейчас все помады я пробую без контура и мне очень нравится такой цвет классный и особенно мне нравится когда мало помад что можно легче выбирать потому что когда у нас выпускают сразу 25 оттенков мама дорогая я не могу никогда выбрать а сейчас я уже четко понимаю что если я буду выбирать из этих четырех я возьму например вот этот цвет потому что я знаю что я им буду краситься и он мне нравится мне интересно вам какой цвет больше понравился из тех которые я уже попробовала еще один оттенок остался переходим к нему и завершающий оттенок пурпурная орхидея код 39918 но на мой взгляд мне такие оттенки совершенно не подходит под такой вот светлый рыжеватый цвет волос как-то больше у меня предыдущий оттенок очень понравился как бы он идеально подошел но самое главное сейчас чтобы вы посмотрели какой это оттенок чтобы иметь представление нравится или не нравится потому что заказывать просто по картинке в каталоге достаточно трудно помаду выбрать оттенок чтобы угадать и быть довольным все-таки хотя бы посмотреть на видео уже становится более понятно какой этот цвет ну итак попробуем новые кремовые помады on color на руке нюдовый пион 39915 нежный такой ласковый цвет розовая орхидея 39916 красивый цвет напоминает немножечко свежий клевер красный лепесток 39917 помада ложится очень хорошо буквально два-три прикосновения и уже насыщенный оттенок и пурпурная орхидея 39918 ну еще раз отмечаю что мне нравится помада по составу то есть то что она мягкая прям я люблю такие помады питательные чтобы сразу шло увлажнение губам особенно сейчас когда еще морозы в помещениях жарко то есть такие перепады температурные то есть хочется и кожу больше питать и кожу губ тоже она страдает от этого и так мой вердикт помада достаточно достойная я думаю что они будут пользоваться популярностью и вот такие нежные красивые флакончики которые у нас помады тоже приятно будет находить в косметичке уже какое-то разнообразие а сейчас мы с вами попробуем новые карандашики серии on color и для того чтобы посмотреть как лягут карандаши на глазах лучше всего использовать модель с настоящими глазами живую красивую Марию девушку которую мы пригласили из самого хантамансийского округа город Урай Маша к нам сегодня приехала буквально с корабля на бал и мы сейчас будем пробовать эти карандашики в деле итак приступаем пробуем первый карандаш код 39366 графит и полынь интересное название я так думаю что полынь должен быть у нас посветлее поэтому попробуем в уголочке глаза Маша мне интересно твои ощущения не царапает как ты чувствуешь сильно давит карандаш или скользит мягко мягкий очень мягкий так а с другой стороны мы попробуем как раз графит Маша будет у нас здесь с разными глазами ходить достаточно хорошо ложится карандаш почему я захотела попробовать именно на глазах потому что на руке всегда карандаш ложится лучше чем на глазки но здесь мне в этом случае очень понравилось давайте попробуем мне интересен светлый оттенок василек и лазурь код 39366 просто василек и лазурь очень красивый цвет начнем с лазурь это более светлый цвет и я его положу в уголочек глаза просто когда его попробовал на руке он настолько прозрачно лег что я думаю что на глазах он будет совсем невидим да так и есть может быть его нужно немножко разрисовать бывает такое что у карандаша нужно снять точилкой верхний слой и тогда он немножко разрисуется то есть на руке он очень красивый очень прям цвет яркий хотелось бы чтобы он и на глазки также перешел вот простите меня пожалуйста но я ничего сделать не могу он такой же светлый но зато я в нем вижу блестки сразу прям блестки давайте вторую сторону попробуем глазки заслезеялись чувствительные так тоже сниму верхний слой вот я могу сказать что первый карандаш лег сразу хорошо а этот мне не очень нравится как ложится по крайней мере голубой именно лазурь который хотелось бы чтобы он был такой яркий сочный я его на глазах не вижу сейчас попробую еще один слой пройтись помучаем тебя маш немножко ну нет у меня не не получается ничего к сожалению но зато у нас есть была возможность попробовать и мы теперь знаем и в третий карандаш taupe и пурпур код 39367 мы его будем пробовать с верхнюю часть века прокрасим здесь более темные оттенки и так начнем с пурпура и такой темный фиолетовый цвет немножечко поднимаю века и на модели есть тени тоненький слой теней и карандаш по ним очень плохо ложится переворачиваю на вторую сторону это у нас будет taupe такой коричневый цвет и попробуем сделать стрелку а вот taupe рисует очень хорошо все вот вывела на кожу шикарно сразу вот лег идеально может быть фиолетовый тоже раз разрисуется у нас чуть-чуть ну-ка открывай глазки сейчас уберем потом эту стрелку как бы это пробный у нас такой вариант итак пробуем карандаши на руке 1 графит и полынь 39366 начнем с полыни но на руке конечно шикарно ложится прям скользит карандаш и графит так следующий taupe и пурпур пурпур это такой фиолетовый цвет а taupe коричневый красивый кстати коричневый цвет он не уходит в рыжину такой прям приятный и василек и лазурь лазурь ну на руке он конечно шикарно смотрится так и василек я ожидала что василек будет немного ярче а здесь такой приглушенный цвет итак давайте подведем итог благодаря Маше мне удалось протестировать все карандаши и меня не удовлетворил самый красивый цвет который я в общем-то так на него сразу засмотрелась василек и лазурь он на глазах ложится очень светло не так активно и красиво как на руке поэтому подумайте да прежде чем приобретать этот карандаш то есть эффект будет вот такой то есть легкий голубоватый оттенок при этом он ложится достаточно жестко именно этот цвет и я думаю что это будет неблагоприятно сказываться на коже то есть лишнее натяжение кожи нам абсолютно не нужно к остальным карандашам у меня претензий нет пурпур немножечко тоже как бы возможно то что по теням он так рисовал немножко затруднительно опять же я думаю что он разрисуется и будет лучше рисовать остальные все чудесные прекрасно рисует поэтому думайте решайте брать или не брать а мы переходим сейчас к тестированием лаков Маша спасибо тебе большое да мы тебе это все уберем кто-то не ходила с разными глазками а мы переходим к лакам три ярких сочных оттенка начнем с голубики мне просто этот цвет самый очень интересен как он будет ложиться кисточка прямая без скосов я люблю когда кисти немного закругленные но в принципе этой тоже достаточно удобно красить но так как мне плохо видно я крашу как попала но что я сразу отмечаю не полосит лак один слой нанесла этого достаточно даже не нужно два слоя просто зафиксировать лак каким-то средством которые вы привыкли или специальная сушка которую я обычно использую для того чтобы лак быстро высох второй оттенок роза роза ой какой яркий это оттенок только на лето много взяла лака потому что такие сочные цвета я люблю под загар наносить ой на ногах как красиво такие смотрятся оттенки отлично растекается лак мгновенный учитывая что у меня даже нет сейчас базы никакой под лак я только сейчас стерла тот лак который у меня был и все равно лак ложится отлично и третий оттенок сакура вот сакура меня тоже очень-очень интересует потому что у лака еще интересно написано должен быть сияющий финиш он действительно переливается нет в нем никаких блесток он просто сияет ой какой цвет красивый особенно мне кажется будет круто сочетаться два оттенка голубика и сакура если их вместе наносить я иногда люблю какие-то цвета ногти сделать одним цветом какие-то другим вот получился у нас такой красивый оттенок пока они у меня подсыхают я все-таки хочу второй слой тоже посмотреть я еще попробую их на бумаге и так голубика чтобы вам было хорошо видно вот такой плотный красивый оттенок роза и сакура и написано что лак должен быстро сохнуть сейчас проверим насколько быстро сакура просто бесподобный цвет летний сочный нежный такой красотища давайте попробуем второй слой все-таки сделать хотя на мой взгляд достаточно одного слоя ну попробуем что будет хуже точно не будет отлично роза я кстати достаточно быстро приспособилась к этой кисточке она хорошо захватывает по бокам как раз ногтевую пластину и очень ровно ложится лак ой как красиво да два слоя еще лучше и третий сакура третий оттенок второй слой вот обязательно возьму себе сакуру это я такой цвет очень люблю летом красить супер и проверяем на то как они быстро сохнут так как два слоя достаточно жирненькие я думаю что нужно будет какое-то время чтобы лак встал я сейчас боюсь его трогать чтобы не сдвинуть как сказать это покрытие и так тест-драйв прошел по поводу лаков могу сказать что буквально две-три минуты и два слоя просто высохли мгновенно мне это очень нравится потому что обычно если лак долго сохнет я обязательно куда-нибудь влезу его смажу и с этими лаками все в порядке очень понравились цвета особенно два цвета сакура и голубика это просто вот моя обожаю такие оттенки благодарю вас всех за внимание я вам желаю отличных покупок в новом каталоге побалуйте себя новинками если вам что-то понравилось если есть вопросы напишите в комментариях и также обязательно пишите что вы возьмете для себя просто очень интересно до новых встреч с вами была Лилия Донскова и наша помощница наш партнер по бизнесу Мария всего доброго вам пока пока